Добрый вечер, в эфире Вести Карачао-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня Международный день защиты детей. Жители Карачао-Черкесии поздравляют глава республики Рашид Темрезов. Этот праздник всегда наполнен теплотой и любовью к детям. В России трепетно относятся к традиционным семейным ценностям, в которых благополучие ребенка в общенациональном приоритете. Важно, чтобы под государственной защитой была каждая семья. А это не только защита прав и законных интересов детей и их родителей, а еще и совершенствование системы образования, охраны здоровья и безопасности в обществе. Мы дорожим и гордимся каждым ребенком, верим в их счастливое будущее и сделаем все возможное, чтобы наши дети росли в стране, где нет места жестокости и несправедливости, где человек с самого малого возраста чувствует свою ценность и ощущает заботу о себе. В Карачаево-Черкесии, как и по всей стране, сегодня отмечали День защиты детей. За его более чем 70-летнюю историю в нашей стране многое изменилось. Однако традиционно в первый день лета главными виновниками торжества всегда остаются дети. За мероприятием во Дворце культуры Черкеска наблюдал и наш корреспондент Артур Мхце. Юных талантов в Карачаево-Черкесии немало. В этом еще раз убеждаешься, наблюдая за участниками мероприятия, посвященного одному из старых международных праздников – Дню защиты детей. Тому, кто в уже далеком 1950 году решил сделать мальчишек и девчонок главными виновниками торжеств в самом начале лета, стоило при жизни поставить памятник. Настолько запоминающимся, красочным каждый раз является действие, которое разворачивается перед зрителями. 2022-й во многом особенный год. Главой Карачаево-Черкесии он объявлен годом людей с ограниченными возможностями здоровья. Во Дворце культуры Черкеска праздничное мероприятие было организовано для 270 деток как из Карачаево-Черкесии, так и для приехавших мальчишек и девчонок из Донбасса и Луганской республики. До начала «Сладкий стол», далее – честование лауреатов ежегодной премии для особенных детей. В числе отмеченных ученица 6-й школы Черкеска Мария Насанович, которая очень любит рисовать, а в будущем мечтает стать архитектором или дизайнером зданий. Откуда берешь вдохновение для творчества? Наверное, из общения с другими детьми, художниками. Мы постоянно обмениваемся опытом, кто что для себя нашел. И смотря на чужие работы, кажется, что вот, это мое вдохновение, но в итоге ты придумываешь что-то еще более интересное. В этот день подростки и их родители получали подарки от спонсоров. В их адрес звучало немало теплых слов. Желаю нашим детям счастливого детства, яркого лета и хорошего отдыха. Особые слова признательны всем многодетным мамочкам, родителям за заботу и внимание, за обучение и воспитание своих детей. Все говорят защищать детей, но детей нужно не защищать. Детей нужно просто любить и все свое добро и ласку передавать детям. И тогда дети вернут нам в разы больше. Концертная программа с трогательными номерами также не оставила равнодушными никого из находившихся в зрительном зале. Артур Махце, Алибастанов, Вести, Карачао, Черкесия. Права учащихся при проведении государственных экзаменов ОГЭ и ЕГЭ обсудили на заседании регионального отделения общероссийского движения «Народный фронт» за Россию. Поводом стало распространившееся в соцсетях анонимное сообщение о том, что в пунктах сдачи экзамена дети подвергаются слишком тщательному досмотру. Представители Народного собрания, прокуратуры, родительского комитета, уполномоченным по правам ребенка и другие, собравшиеся после бурных обсуждений, приняли специальную резолюцию. Подробности у Мурата Джанкезова. Со слов учащихся и их родителей, заходя в аудиторию на экзамен в поисках запрещенных предметов, учеников заставляют снимать одежду, расстегивать рубашки. Многие дети оказались не готовы к такому психологическому давлению, а возмущенные родители пожаловались в общероссийские СМИ и в социальных сетях. Лично моего ребенка за отказ снять ремень выгнали со словами «Если ты такой дерзкий, то иди отсюда». При этом, как Министерство образования, представитель заявил, что должен быть составлен акт за отказ, и ребенок должен быть недопущен. Его без этого акта выгнали со словами, что ты дерзкий. Реакция соответствующих министерств и ведомств была незамедлительной, однако подтвердить факт неправомерных действий пока не представляется возможным, поскольку родители попросту боятся за будущее своих детей, которым еще учиться в школе два года, и не хотят портить отношения с педагогами. Действительно, у нас тоже были сигналы, и звонили на телефон дежурному прокурору. Соответственно, начата соответствующая проверка. Но в ходе проверки женщина звонила, она отказалась давать какие-то пояснения по этому вопросу, тем более письменные, сказала, что конфликт исчерпан, у нас есть только номер телефона. В любом случае, мы принимаем меры, чтобы найти ее и опросить. Дыма без огня не бывает. Я считаю, что тут надо, конечно, разобраться. И то, что сам факт имел место, и то, что это подтверждает и Министерство образования, не зря министр образования Фатима Бекмурзовна выезжала на место, и на 45 минут задержали сдачу единого государственного экзамена. Вот, этот факт есть, и, наверное, есть и другие факты. Представители Министерства образования Республики сообщили, что по всем жалобам на неправомерные действия организаторов экзаменов проводится служебная проверка. На место инцидента выезжала лично министр образования Инна Кравченко. Уже принят ряд мер. Мы уже приняли то решение, о котором я говорила, что обязательно должны присутствовать директора школ и приглашаются родители, представители родительской общественности. И после того, когда она вернулась, и экзамен в этот день закончился, мы провели ВКС с начальниками управления образования. Но город Черкесск тоже свои замечания услышал. Мы после проведения экзамена ежедневно проводим ВКС с начальниками управления образования с анализом всех замечаний, нарушений и так далее. Народный фронт обратился в правительство республики и предложил для максимальной прозрачности процесса обеспечить онлайн-трансляцию на пункте прохода металлоискателя, чтобы и родители, и общественность смогли наблюдать за процессом досмотра детей и фиксировать все на камеру. Мурачен Кьюзов, Алибастанов, Вести Карачаевна, Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Субтитры предоставил DimaTorzok Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 13-15, а днем 29-31 градусов тепла. Окна в рассрочку! Оконный комбинат! 8-938-333-92-0 Продолжаем выпуск. Полицейские Карачаево-Черкесии провели профилактическое мероприятие со студентами Института прикладной математики и информационных технологий. Аудитория Института, сотрудники ГИБДД совместно с отделением информации и общественных связей МВД по Карачаево-Черкесской республике презентовали фильм «Дорожно-транспортные происшествия. Их основные причины». Указанный фильм содержит сводку происшествий, основные виды и причины ДТП, статистику в том числе с участием водителей со стажем управления транспортными средствами до двух лет. Главная цель медиапроекта – профилактика дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, а также снижение количества ДТП. В завершении учащиеся получили ответы на интересующие их вопросы, пообещали стражам правопорядка быть предельно внимательными и строго соблюдать все правила дорожного движения. Искрометные шутки и раскрепощенная актерская игра. В Кочегу имени Умара Лива прошел фестиваль студенческой лиги КВН, посвященный столетию Карачаево-Черкесии, в котором приняли участие команды вузов и СУЗов республики. Организаторами фестиваля клуба «Веселых и находчивых» выступили Кочегу и Министерство по делам молодежи Республики. Юмористические миниатюры оценил наш корреспондент Алихан Лепшоков. Восемь команд сегодня дарили свои смешные миниатюры зрителям и членам жюри. Все представители команд являются новичками, так как это первый КВН после пандемии. Каждый из участников клуба «Веселых и находчивых» продемонстрировал свой артистизм и свои музыкальные и танцевальные номера. Организаторы отмечают, что движение КВН начинает активно развиваться и что многие молодые студенты принимают активное участие. Получается, что уже несколько лет КВН у нас в городе не было. Это было связано с тем, что у нас началась пандемия, запретили массовые мероприятия и так далее. И сегодня мы с вами на таком возрождении движения КВН. Команды практически все новички. Поэтому прошу отдельно бурные аплодисменты в адрес наших команд. Предметом веселых сценок и миниатюр стали моменты, имеющие отношение к местному колориту Карачаева Черкесии. Очень точно было подобрано музыкальное сопровождение и сценировок и показана раскрепощенная актерская игра. Жюри с особым интересом следили за выступлениями команд и подчеркнули, что сегодня необходимо уделять особое внимание начинаниям молодого поколения и стараться оказывать свою поддержку им в подобных мероприятиях. Я безумно рад тому, что в нашей республике это появляется. Я хотел бы сказать сейчас огромное слово благодарности Карачаевскому государственному университету за то, что именно здесь, сейчас КВН живет. За то, что ООН, этот университет, создает стимул, благодаря которому вся республика думает о том, как же пройдет КВН, кто же здесь победит. В итоге победителями стали две команды. Далеко не гуманитарии, физико-математического факультета КЧГУ и проект «Ирония» Северокавказской государственной академии. Команды сегодня показывали очень хорошие, достойные для их уровня выступления, но, к сожалению, как и во всех видах спорта или же в том же мире природы, оказался кто-то сильнее. Сегодня помимо нас еще оказалась другая команда, которая тоже была сильнее, но жюри решили, что будет два первых места, два вторых места. Чувствуем счастье. Другие команды тоже были хорошими, но, как сказать, они нам не соперники, они нам оппоненты. В следующей игре им желаем тоже удачи. Организатор КВН уверен, что подобные мероприятия позволят привлекать молодежь к активной общественной жизни и популяризации движения клуба «Веселых и находчивых». Алихалип Шоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Впервые в Черкесск приехала необычная выставка из Нижегородской области. Жучки, букашки, планетари и голограммы. Все это можно посмотреть и потрогать на экспозиции, которая разместилась в торговом центре «Панорама» на четвертом этаже. Альвина Ламкова расскажет подробнее. Сейчас мы с вами познакомимся с новогвенейскими палочниками. Несмотря на свой устрашающий размер и вид, они абсолютно безобидны. Они полностью травоядные. Любимое лакомство палочников – листья липы. Они еще очень маленькие и вырастают до 20 сантиметров. На жутко интересной выставке внимание уделяют каждому посетителю. Индивидуальные экскурсии обеспечены. Расскажут о каждой букашке. Одно из направлений выставки – всевозможные насекомые. Увидят посетителей и одного из самых крупных пауков. Также богомолы, скалопендеры, тараканы и скорпионы. Вся эта живность размещена в стеклянных контейнерах. Имеется экспозиция, показывающая весь путь развития бабочек и скуколок. Есть и мобильные планетарии. «Космос рядом». Его прелесть заключается в том, что можно в индивидуальном порядке прийти, выбрать из портфолио программ, их там больше 30, то есть найдется на любого зрителя и возраст. Выбрать программу, которая вам будет больше интересна, по возрасту подходить и посмотреть практически в индивидуальном порядке с семьей. Жутко интересная выставка букашки и мобильный планетарий «Космос рядом» посетили республику впервые. Ее гости придут в восторг и от выставки работ известных художников, чьи картины превращены в динамичные живые голограммы. Поторопитесь и не пожалеете, так как узнаете много нового и удивительного о жизни насекомых. Выставка будет работать до 19 июня. Альбина Ламкова, Роберт Джугутанов, Вести Карачаева, Черкесия. 1 июня телеканал «Мульт», медиа, холдинга, цифровое телевидение, ВГТРК и Ростелеком запускает всероссийский конкурс «Юный аниматор» телеканала «Мульт». Телеканал ищет самых креативных юных аниматоров и предлагает пофантазировать, как может выглядеть логотип канала. Прием работ до 31 июля. Итоги конкурса будут подведены 20 августа. Подробности на сайте. Это все вести прямо сейчас. Смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым.